Амаль 80 миллионов долларов притягнутых инвестиций. Больше, как 5000 прасовных мест на новых вытворчастях. Рост экспорту товаров амаль на 25% и станучая сальда с внешнего гандлю. Показчики, которые еще в начале прошлого года сдавались проблемными, оказались выкональными и даже перевыконанными. В этой самой основной валовый региональный продукт, который наибольшая полная для строительства экономики, 103%. Это амаль на 1,5% больше, чем плановалось. Чтобы люди понимали, что такое валовый региональный продукт, это прибыль предприятия, это заработная плата нашего населения, это налоги, которые уплачены нашими организациями. И вот это все выросло у нас на 3%. В этом году планы еще более значные. Досягать их меркуются как по распространению инвестиций и открытию новых предприемств, так и с меньшением дебиторской запозиченности. Особливая увага – оптимизация внешнеэкономичных разликов и вертанию валютной вырушки. Есть резервы и у аграрным секторы. Рост объема у сельскохозяйственной продукции больше, как 104%. Так само, больше запланованного. Але это среднеобластный показчик, у некоторых районах чекаемого не досягнули. Валовая добавлена стоимость 107%, про плане 102. Ну и в итоге область заняла по сельскому хозяйству второе место в республике. Так я думаю, что есть недоработки, но надеим мы работаем, чтобы еще этот показатель закрепить. По час посаджения облвыконкамы анализуется литерально кожная позиция и робятся выводы. Необходно протягнуть работу по скорошению колькости стратных предприемств, узмаснить контроль за реализацией инвестпроектов, скорошать выдатки на вытворчасть и реализацию продукции. До 9 лютого выники социально-экономичного развития будут разгляджены на голеновых коллегиях и посаджениях райвыконкамов. С протягнением кировников, которые не забеспечили выполнение прогнозных показчиков, до дисциплинарной отказности. В минулом году экономичный комплекс Гомельской области у Беларуси былся род лепших, але это не подстава для супокоения. Все пока складывается хорошо. Как будет дальше? Ну, посмотрим. Надеемся сегодня, рассматрив итоги и наметим какие-то задачи. Есть такая уверенность, что Гомельщина сработает не хуже, чем в прошлом году, и даже лучше, потому что темпы совсем другие, нужны для экономики страны. В том числе и для Гомельщины. Будут расти и заработные платы, и денежные доходы населения. В меру этого будут расти и товарооборот. Поэтому, ну, посмотрим, как будет складываться дальше.